В Курском колледже строительства и ЖКХ сегодня целый день работали следователи, изъяли видеозаписи с камер наблюдения, осмотрели аудитории, опросили студентов и преподавателей. Стрельба произошла в этом корпусе, но силовики оцепили целый квартал. Люди в касках и бронежилетах продолжают приезжать сюда. Они просят людей покинуть место происшествия. Корпус КАФ, в котором произошла стрельба, это трехэтажное здание, на первом этаже которого расположено много магазинов и ларьков. По предварительным данным, студент четвертого курса, вооруженный охотничьим ружьем, пронес его в рюкзаке мимо поста охраны и зашел на урок в компьютерный класс. Когда преподаватель попросил его выйти, Засорин опоздал к началу пары на 20 минут. Тот пошел в туалет, чтобы собрать и зарядить дробовик. Заходим в туалет, там он стоит с ружьем, направил на моего одногруппника. Мы все встали в ступор, не понимали, что происходит. И он говорит, уходите отсюда быстро. И мы убежали. Забежали в нашу аудиторию и забарракодировали двери, закрыли и ждали сотрудников. Пока преподаватель звонил в полицию, в другой аудитории прозвучали выстрелы. Он зашел в кабинет, встал в дверях, в руках у него было ружье, в зубах сигарета. Я сразу встала, говорю ему, что ты делаешь. Он сказал, где отсюда. Там был выстрел, был второй выстрел. Все под партой спрятались, а Леха не спрятался. И тот такой говорит, у меня, типа, что самый смелый. И Леха сказал, что я тебя не боюсь. Ну и тот взял у него, выстрелил. На улицу начали выбегать другие ученики без верхней одежды. Помощь одному из раненых оказывали сами студенты. Он лег на пол, я ему оказала первую помощь, я ему перетянула ногу. Учительница первая предупредила охрану и спряталась в соседнем магазине. Спрятали девчонку, совсем молоденькую учительницу, которую он выкинул с кабинета, в котором он первый раз выстрелил. Она забежала на пост охраны, говорит, вызывайте полицию. Но первыми полицейскими, которые вошли в здание колледжа, были автоинспекторы АЧП. Им рассказал один из очевидцев, когда они патрулировали улицу. Четыре экипажа, плюс ППСники. Вон они за машинами гачутся с пистолетами. Разборки какие-то. А вон, вон, тип какой доходит со стволом. Увидев полицейских, Засорин снова начал стрелять. Его заблокировали в одной из аудиторий, где он покончил с собой. Медицинская помощь понадобилась пятерым пострадавшим. Троих с огнестрельными ранениями госпитализировали. Этим детям, возможно, предстоит в дальнейшем еще не один этап оперативного лечения, реконструктивного лечения. Уже установлено, что в корпусе, где произошла трагедия, не стояли рамки металлодетектора. А охранник, как оказалось, официально не являлся сотрудником ЧОП. Сейчас охранник и директор предприятия задержаны. Выяснилось, что тот работник частной охранной организации, который обеспечивал безопасность в колледже в это время, не имеет соответствующих документов, не имеет соответствующих разрешений. И, как мы предполагаем, скорее всего, и не проходил необходимую в этих случаях специальную подготовку. Возбуждено уголовное дело сейчас по факту необеспечения надлежащей охраны здания. Разберемся с частным охранным предприятием. Ну и, соответственно, будем давать оценку должностным лицам колледжа, которые не обеспечены надлежащей охраной учебных корпусов. К сожалению, сегодня эта схема работает в рамках 44-го ФСЗ по принципу «кто дал дешевле, тот и победил». Приводит это к тому, что на охрану школ, техникум, ухлицеев заступают непрофессионалы, как правило, не имеющие карточек личного охранника, приезжающие на заработки и не способные выполнять профессионально свои обязанности и в какой-то критический момент должным образом отреагировать. Дробовик студент купил в августе, как говорил, для охоты. В соцсетях не так давно разместил видео, как стреляет по банкам от родных. Семья, кстати, считается благополучной. Новое увлечение не скрывал. На этих кадрах отчим и младший брат засорено. Оружие зарегистрировано на молодого человека. По существующим правилам сделать это можно с 18 лет. Для приобретения гладкоствольного оружия сначала проходится медкомиссия. Потом с этой справкой он идёт уже непосредственно в разрешительную систему, где подаёт все документы на выдачу лицензии. Сегодня для того, чтобы получить соответствующее разрешение, необходимо пройти обследование у специалистов, предоставить необходимые справки и пройти обучение, сдав соответствующие экзамены. Было ли это всё сделано полноценно? Или опять всё это у одного врача проставлены плюсы? А психиатры считают, что необходимо пересмотреть закон о продаже оружия с 18 лет в сторону повышения возраста. По мнению специалистов, у подростков не слишком устойчивая психика, и любой конфликт может вывести их из равновесия. Для юношей обычно характерно все конфликты воспринимать достаточно остро. Ничего, по сути дела, для того, чтобы быть социально зрелым, не физически, а социально, у 19-летнего молодого человека нет. Студенты, устроившему стрельбу, проведут посмертную экспертизу на вменяемость, чтобы выяснить мотивы, побудившие его на преступление. Уголовное дело по данному факту возбуждено по признакам преступления, предусматривающего ответственность за убийство двух и более лиц, совершённые из хулиганских побуждений. Назначены необходимые экспертизы. Проводятся допросы учащихся и сотрудников колледжа. На учёте в полиции молодой человек не состоял и характеризовался только с положительной стороны. За годы учёбы зарекомендовал себя как спокойный, уравновешенный ученик. Даниил не был открыт для общения, доверял только близким людям. Впрочем, из этой школьной характеристики засорено. Непонятно, как соотносятся противоречащие друг другу понятия экстраверт. Человек как раз открытый и утверждение, что Даниил не был открыт для общения. На вопрос, можно ли было предотвратить трагедию, как раз и должно ответить следствие.